здравствуйте в этом видео пойдет речь о имитации крыла жука точнее я попробую я сам не знаю получится или нет скопировать эффект полосных структур путем изготовления сот но так как я говорил в прошлых видео уже вспомним что открылки жуков верхние которые многие почему-то считают что они тут у меня помог попугай ассистирует что эти крылья выполнены из хитина диэлектрика но смотрите они выполнены из хитина но сами поры когда я под микроскопом их исследовал и сами вот эти вот ячейки крыльев жука они являются токопроводящими следовательно скорее всего в полете выполняет как я говорю в прошлых роликах элемент конденсатора поэтому мы сейчас попробуем изготовить сотовую ячейку из бумаги но применю те же самые технологии вот графит как вот в телефоне токопроводящие линии на мониторе мы их не видим там тонкий слой графена и каждый из этих слой графена на каждый пиксель подводит напряжение и отсюда мы видим каждый ну изображение короче делается то есть смотрите берем обычный карандаш то есть из набора выбираем карандаш который более всего имеет графита больше на проводимость ставим и одной рукой конечно это неудобно но сейчас просто покажу оно должно сделать и то есть то есть мы видим это самый лучший все проводимый материал сейчас то есть возьмем покроем этим графитом те зоны которые будут наших будущих сотах то есть часть тут я обозначил мы закрасим часть для склейки мы оставим не закрашены то же самое потом намажем это все клеем и склеим одну часть суд и так один за одним то сейчас это все разрезаться будет один за одним мы покроем вот эти все ячейки графитом который будет из этого карандаша который но для истории который будет проводить ток точнее накапливать выполнять роль себя обкладки конденсатора накапливать заряд далее это все дело будет склеивается и я буду попробую на него подать высокое напряжение сейчас еще надо придумать что за напряжение туда подать как прошлом видео я говорил что жуки используют и частоту и разность потенциалов электронных то есть они создают у себя высокий заряд на надкрылках как я прошлый раз рассказывал и отсюда это и служит им технология полета то есть это их отрывает от земли так как для эфира они уже становятся совершенно другого рода объектом ну в процессе если получится эксперимент дальше какие объяснения дам того что я думаю свеча точнее раз свои размышления так вот первые пиксели так сказать нашего устройства заполнены сейчас покажу что они проводят напряжение то есть одной рукой это очень крайне неудобно делать то есть да надо поближе расположить вот видно что есть кое-какое сопротивление а значит там проводится напряжение дальше вот эти части мы склеим эту закрасим перевернем с клеем в итоге получится сотовая ячейка с графитовыми напылением так продолжим наносить этот графит нужно двумя я как понял карандашами то есть из набора я взял 2b derwent и derwent 4b смысл в чем если наносите только одним карандашом он не проводит то есть нужно как-то два слоя сочетать то есть судя по всему графин там ложится это я для прошлого то все так так сказать восстановление памяти то есть визуализации эффекта то есть сверху сотовость ячейков жуков с металлизированными ячейками так они летают то есть начинается работать генератор ван-де-графа крыльев тут движется туда-сюда и заряд перетекает потихоньку плавно накапливается вот здесь на крыльях то есть жуки и если вы заметите то вот здесь верхняя часть можно тестером прикоснуться на надкрыльях она у живых проводит ток корпус нет сильнейший диалект хитин хитину рознь они совершенно разные и форму он имеет не просто так то что жуки могут свой корпус металлизировать разными частицами и соединениями различными это можете на примере золотого жука там один жук по моему стоит 500 долларов если не полторы тысячи они в чили в горах ладно не об этом в общем так мучительно долго один за одним потихоньку наносится слой за слоем от этих ячеек посмотрим что из этого выйдет то есть видео имеет чисто экспериментальный характер картинки еще разложил потому что попугай мешает наносить этот свой не хочет чтоб люди летали как пернатые точнее как еще лучше чем было так продолжаем занятие кружка по интересам изучение жуков эксперимент грибельникова с п.с. вот вот так вот потихоньку шаг за шагом склеиваю соты из бумаги и графита схема вот такая вот то есть если полоски склеить предварительно покрыть графитом слоем точнее это уже не графит а графен несколько слоев листочки бумаги то получится соты дальше это все склеится вон они уже показываются из его просто одной рукой неудобно и так далее дальше они растянутся и ну приклею картон ком растяну и буду делать образец крыла жуков то есть посмотрим что из этого получится для это конечно множество попыток было пришел к тому что просто вот начертить вот такие вот трафареты и по ним уже с периодичностью их пока покрывать красить графитом и склеивать посмотрим что из этого выйдет дальше так продолжаем вот что у меня уже получилось вот они соты которые клеил по вот этой структуре точнее сотовая структура то есть внутри графит то есть бумага склеена внутри покрашена толстым слоем графита бумага то есть что это дает в итоге графит как проводник впитывает заряд и вот геометрия сотов то есть площади можно менять объем этого заряда накопленного в ячейках но правда для этих целей еще нужно мы так не будем делать я вот делаю приклею вот эти соты с обратной стороны к фольгерированной бумаги закреплю это все точнее и дальше уже буду обогащать зарядом то есть другой стороны буду пытаться имитировать жука то есть для тех кто мои прошлые видео смотрел точнее тех кто не смотрел вспомним я говорил о том что жуки летают используя верхние над крылья как несущую конструкцию она сотовую ячейку имеет вот такого вот типа нету долго думал как ее сымитировать сейчас будет эксперимент то есть и вот если под микроскопом посмотреть крылья жуков вот над крылки то они вот имеют вот такие вот соты то есть ячейки пористой структуры из двух сторон там есть лимфатические специальные прожилки и когда они летят они вот раз более менее так сказать раздвинуты то есть более восприимчивы к накоплению заряда там не только заряд заряд он еще имеет и частотную характеристику то есть крылья имеет где-то 50 60 герц частоту полета то есть это непросто я долго наблюдал за жуками различные то есть их полет это вершина вообще летучих технологий можно так сказать то есть там еще то виманика шастра и если люди когда-то научатся имитировать полеты жуков то получится у людей очень даже очень простые надежные и простые качественные аппараты то есть дешевые самое главное дешевые то что людям нужно будет верхние надкрылки состоящие из вот таких вот пористых структур можно и на на и графеновые какие хочешь то есть все зависит от вас и титановые то сейчас есть 3d принтеры все это можно сделать снизу специальные генераторы и в итоге можно даже небольшие направляющие турбины но этого не надо потому что аппарат будет летать легко как дрон при помощи отклонения вектора вот плоскости вот этих вот надкрылок но если захочется более более сильной устойчивости естественно машины может делать более так сказать продвинутыми усилить и тому подобное то есть у жуков верхней части крыльев для размагничивания есть вот механизмы удаления так заряда механизмы разрядки то есть бронзовки допустим как некоторые пишут вот жуки летают без надкрылев верхних блин ни разу не видел ребята если вы видели что жук летает без верхних надкрылев попробуйте заснять хоть одно видео но жуков я конечно не советую обижать не тоже создание насекомые они тоже имеют как бы я допустим для своих экспериментов использовал только лишь умерших уже жуков поэтому прошлые мои видео не очень хорошо видно вот эти эффекты взаимодействия поэтому и но они тоже чувствительны то есть там даже через стекло в банке я показывал как пс структура взаимодействуют с с эфиром то есть они друг другом взаимодействуют бронзовки до люди говорят вот они не открывая верхние крылья летают а зачем им открывать вы видите у них вот здесь вот какие мощные напитанные лимфой структуры то здесь короче говоря каркас трубки основные несущие внутри лимфа а по поверхности в маленькие волоски когда они двигают этими крыльями тут дым сюда то есть туда сюда они получают заряд этот заряд сюда сообщает то есть тут у них специальные органы и этот заряд уже дальше уже заряжает вот эти верхние надкрылки то есть бронзовка это вообще супер технологии то есть полета по используя пс структуру вы можете просто взять скопировать бронзовку вот вам летательный аппарат идеально но правда посмотрите как они летают полет у них такой себе интересный экстремальный то есть бах-бах вырезались сюда и тому подобное то есть не очень комфортно в таком аппарате будет но жукам нравится чё и видно что у них сверху поры и тому подобное кто-то говорит что еще такие комментарии почитал что вот жуки используют поры для охлаждения ребята жуки хладнокровные им нечего охлаждаться не к чему вообще они даже не перегреваются у них утром одна проблема вылезти куда потеплее чтобы нагреться пока они еще сонные замерзшие после ночи их не съели мыши или еще какие-то другие животные поэтому не надо так верхние поры конечно на крыльях это отдельные сегменты то есть там внутри если посмотреть под микроскопом вот такая вот структура сейчас дальше идет изоляционный слой такой структуры и маленькое отверстие посередине то есть что это дает это создает точечные вихри эфира то есть смысл какой еще раз вернемся к этому полета вот у вас пуристое чая здесь маленькое крыло и большое внутри которого много много площади видите много много площади проводящий накапливающий заряд то есть это то же самое что у вас здесь маленький генератор и огромнейшее крыло имеющих конденсатор обкладку но бог умудрился это все уменьшить сделал меньше чтобы насекомые были компактные маленькие и крылья не рвались не разлетались у них на лету она уменьшена но это имеет огромный заряд а дырочки они каждая имеет свой еще и вектор направлении то есть как бронзовка она достаточно просто чуть-чуть приоткрывать менять направление вот этого верхнего над крылья и все но естественно как жуки олени так они тоже они из весы вы заметите у них всегда в полете вот эта структура вот практически горизонтально вы можете сколько угодно спорить но эти машины точнее жуки они летают не как птицы обыкновенный жук-олень где вы у птицы видели такую морду плюс еще такое лобовое сопротивление истребители миф су-27 и тому подобное у них всегда вот такие штуки на открытке да на любых самолетах есть воздушные интерцепторы тормоза кто с поднятыми тормозами интерцепторами летает они летают потому что это не интерцепторы это их двигатели это двигатель крыло они так летают это их основной движитель гребенников так и сделал свою установку то есть принцип их полета это вообще вершина воздушных технологий полета поэтому то что люди сейчас ослепли и уже то что наши науки уже остановились на уровне в космос на керосинках на картонках передвигаться то есть туда-сюда то есть картонки это самолеты самолетик бумажный на бумажных самолетик люди сейчас туда-сюда летают но есть более продвинутые технологии полета более развитые еще проще гвоздепалка гребенников догадался и сделал себе доску гравелед после просто из простого художественного планшета то есть даже вот из вот этой вот коробки можно это все сделать он просто взял внутрь вставил вот такую сотовую ячейку и с другой стороны из генератор определенных частот с высоким напряжением сейчас я буду в опыте это все показывать и все мы будем пытаться сейчас в этом опыте повторить технологию полета жука дай бог сейчас получится и посмотрим полетит она или не полетит даже отрицательный результат это тоже результат меня допустим упирается все в то что у меня нет средств элементарно не на 3d принтер и не на даже вот на эту бумагу то есть все все всегда в средства упирается и моя вот мои неудачи с опытом это только с тем что нет того что не хватает выдумки от того что не хватает чем и на чем делать вот и все так что те кто хотят помочь каналу пробуйте помогайте а те кто не хотят или какая-то критика извините ребята сначала попробуйте повторить сделайте сами а потом уже раскидывайте критику под описаниями и тому подобное критиковать конечно всегда легче так так что вернемся мы сейчас пытаемся повторить вот эту ячейку сверху то бишь жука лед либо конденсатор лед чтобы воссоздать технологию полета сейчас я зафиксирую эту ячейку определенном положении раскрою добавлю туда приклеил такую вот заднюю крышку и чей и покрою внутри графитом части все остальное короче говоря буду пытаться делать гравилет посмотрим что из этого выйдет так вот уже в процессе сделал немножко побольше ну то есть внутри вот этой ячейки алюминиевая фольга дальше просто обыкновенным контактом прикасаются внутри вот эти сотовые ячейка зубочистки это тоже конструктивный элемент сюда вырезаю простую фольгу это уже вторая часть обкладки конденсатора ну вот чертежик того как оно должно получиться было я старался даже вот ну естественно конечно даже вот такая ячейка потребовал мне много усилий терпения труда потому что потому что даже вот графитовых карандашей он этот наполовину 2b остальные тоже подсточились хорошо набора то есть видите грифелек у них не тонкий то есть там диаметр этого грифелька конкретный и это все практически без остатка ушло на покрытие вот этих внутренних бумажек и он она блестит как будто бы это металл либо крылья какого-то черного жука но это уже не графит это уже тонкий слой графена то есть он проводит ток то есть теперь это уже носители заряда останется сейчас катушку маленькую от обыкновенного устройства но я покажу сейчас уже по ходу что за катушка и включим это посмотрим полетит она или не полетит мне самому интересно но даже если не полетит понятное дело что с моими финансами делать такие эксперименты у гребенникова у гребенникова был распоряжение весь технический потенциал института то есть даже если бы он захотел неофициально сделать он мог просто прийти там поставить кому-то пол литра они бы ему могли сотовые ячейки изготовить из титана на 3d принтере я даже не сомневаюсь что в советском союзе этот 3d принтеров новосибирском институте были то есть они там и были изобретены просто потом ученые которые уехали за рубеж туда в америку их уже реализовали в америке теперь на этих 3d принтерах которые печатают при помощи порошковой порошковой металлургии лазером спекая маленькую вот эти частицы пыли карбидов титана вольфрама делают сейчас авиационные турбины двигателя и тому подобное за рубежом а так то это все было в этих институтах эти устройства принтеры они все разрабатывались еще в советском союзе даже были специальные институты которые эти технологии тырили можно так сказать и сливали за рубеж но видимо у нас такая интересная история но я надеюсь кому-то в любом случае добрым людям вообще это как сказать принесет пользу я считаю что гребенников был очень неправ скрыв эту технологию да мне кажется он и не скрывал ее эту технологию его просто заставили замолчать заткнуться и все остальное по одной простой причине не потому что кто-то боялся что эти технологии пойдут он боялся типа там что эти технологии пойдут не в то русло ничего подобного вы посмотрите структуры активной зоны атомного реактора тоже сотовая ячейка кстати тоже графит применяется там и виде сот располагается просто гребенников пытался в свое изобретение основать на том что уже было известно и воплотить то есть летательные платформы кому было бы плохо как вот вспомните вот этот алиса милофон гости из будущего и там вот она прилетел прилетел из будущего а потом когда этот по моему саша я уже не ошибаюсь этот мальчик оказался в будущем то там были летательные аппараты с пластинами такими типа на батуте внизу вот в принципе может быть кто его знает может быть часть фильма снималась на реально работающих моделях летательных аппаратов советского союза просто нам об этом нам об этом ничего не рассказали я уверен даже практически что в советском союзе 3d графики не было а как они изобразили летающий аппарат еще с детьми и там они гонки перегонки сделали мне кажется что это были просто опытные образцы и масс-фильм использовал эти опытные образцы для съемки научной фантастики как интересно что научная фантастика советская добрая такая веселая гости из будущего многообещающие и в те же годы американская снимается с терминатором что всем конец машины из будущего вас всех убьет но даже немного так отступлю от темы научной фантастики идея о том что из будущего используя машину времени будут присылать нано роботов уничтожители захватывающий мозг людей и делающих чужими руками злые черные дела в будущем очень интересно это объясняет временное оружие то есть она объясняет маньяков почему они столько детей людей убивают странные поведения странные смерти и тому подобное то есть кто-то пытается в будущем имея высокие технологии перекроить историю но получается что оно как всегда получается что скорее всего парадокс времени в том что невозможно изменить но я так думаю будущее даже если уничтожив они там уничтожили много людей а сама суть не меняется и скорее всего этим делом занимается кое-кто другой но это ладно немного лирики и фантастики научной домыслов вымыслов я так вообще думаю что гребенникову запретили эти технологии с летательными под платформами и все остальное потому что если люди вдруг получат себе такие аппараты как вот допустим вот этот вот нарисованы у меня на рисунке мне уже практически не ограничены запас хода то есть ему не нужно керосин сжигать ничего остального ну даже если одна силовая турбина наподобие как в самолетах вспомогательная силовая установка она только будет как генератор работать но и даже очень экономная вы представьте себе куда этот аппарат может залететь и если он возьмет и залетит за границы этого зоопарка человечника то что допустим даже за ту же австралийскую стену долетят до антарктиды люди причем на одном обыкновенном городском аппарате транспорта же тебе не дрон который китай там так дрон такси 60 километров максимум все потому что какой бы ты там не делал пропеллерный вентиляторный двигатель она она не сравнится с жуками то есть с вот этими сотовыми ячейками и все остальное поэтому вот так поэтому и запретили ну атомные технологии естественно их не так страшно им людям показывать использовать по той простой причине что доступ туда практически нулевой обыкновенного обывателя никто не может прийти в росатом и посмотреть конструкцию атомного реактора не его закладку не его изготовления ничего не граф не схема выкладывания графитовых ячейки столько кое-какие фотографии но они очень очень похожи на вот эти обыкновенные пчелиные соты и это все наталкивает на мысли что школах одна наука в реальной жизни совсем другая но посмотрим пока я у меня только лишь домыслы вымыслы и фантазии было конечно неплохо сделать аппарат но хотя бы ячейку которая взлетит конечно технология описано было еще раньше она очень похожа на рамку бифельда брауна но стоят с тем отличием что здесь tps и внутри еще большая площадь то есть это если бы разложить то получился бы кусок фольги очень большой то есть по площади если все это разложить то есть я примерно потратил на вот этот вот эту ячейку вот остатки листа и сейчас сам лист найду где-то где-то тут снизу рукой неудобно его доставать ну короче говоря практически листа 4 даже больше того них три было то есть вот больше даже половины и это больше половины получается площадь с двух сторон она вся вот в этом маленьком кусочке причем она покрыта графитом простите графеном потому что когда графит покрывает по бумаге идет пишет карандаш вона молекулярно наслаивается на него то есть почему он так красиво блестит то есть там молекула на молекуле молекула на молекуле и получается слой графена это уже не совсем не графит ведь он как интересно блестит как черные крылья жука и здесь заряд будет наполняться внутри по вот этой ячейки и полностью ее так сказать насыщать насыщать ну надеюсь это получится что-то да получится как говорит старая пословица если долго мучиться что-нибудь получится главное только над хорошим чем-то мучиться так сейчас подсохнет сделаю вторую ячейку и отсюда уже будем плясать так сказать спаяю уже генератор высокого напряжения и генератор с определенной частотой посмотрим что из этого выйдет то есть частоту мы будем немножко менять скважина самая минимальная дабы как у гребенникова не получилось что он там штукатурку себя ремонтировал ну если для тех кто читал книги так так вот собранная уже ячейка она вот нижняя часть медной пластины с отверстиями сверху всего одну дырочку сделал вот здесь высоковольтные это фитонки кто знает это здесь ну пару тысяч вольт есть вот они идут по белому проводу и здесь у нас опа катушка от электрошокера здесь 3 вольтовая батарейка от электрошокера вот она ну вообще это от hqd и gbt транзистор ну это контроллер заряда но вообще дальше схема вот на скорую руку собрана для генератор частот на tl494 с драйвером tlp 250 ну там их два tc4420 ну короче говоря смысл прост в данном деле сейчас схема подсоединена к осциллографу 26 керц то есть мы можем с помощью подстроечного резистора регулировать до 22 вот 23 регулировать ну частоту подачи вот этих вот импульсов короче говоря это имитирует как будто бы это вот 17 герц сигнал 16 то есть это как будто бы жук машет крыльями ну в данном случае здесь высоковольтное напряжение сейчас оно еще не подсоединено к вот этой вот ячейке то есть видите провода развязаны скважность сейчас я отрегулирую как бы можно так сказать поменьше это мощность нашего с вами сигнала вот он тухнет тухнет и вот самый минимальный температура наверно нагрелись сейчас я их прикручу и посмотрим взлетит эта установка или не взлетит так короче говоря установка подсоединена пока горячий конец примотан к верхней части холодной с нижней части то есть тут никаких этих так как там уральских переменях включаем катодную пару намагничиваем установку так 16 герц пока никаких пробоев ничего нету увеличим частоту так потихоньку поднимаем частоту до 20 герц на 2 2 2 2 2 3 2 3 стоит как вкопанная поднимаем частоту до 30 44 53 55 херц ну я не думаю что жук так будет сильно своими крыльями махать 61 60 остановимся на 55 герц 52 и буду наращивать скважность так так установка кажется наоборот она работает данный момент тяжелеет так проверить то так увеличим ненадолго скважность растет скважность растет мощность так она даже легче стало скважность скважность 65% скважность скважность 67 60 67 60 60 60 70 70 78 Такое впечатление, будто бы в какой-то момент вес. Но это чисто мои ощущения. Вес то сильнее, то слабее. Так, выключаю генерацию. Не хочется на себя его разряжать. Не зарядился. Сейчас поменяю расположение электродов. Так, весы. Включаем генерацию. Слышно, как это всё работает. Так, частота 6 Гц. Вес остаётся тот же. Йо-моё. Вот это функция Auto Power On Off. Так, трогать его не буду. Ладно. Изменения в весе в любом случае будут видны. 9 Гц, 10 Гц, 11, 12, 13. Слышно по звуку, как оно трещит. Так. 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 Величу скважность. Пока ничего. Отключаю. Так. 13 Гц. 13 Гц. Слышно. Как они. Продолжение следует. Продолжение следует. Так. 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 101 Гц. Немного Вам. Немного. 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 Немные демокрышки. так хоть можно будет слышать что она там щелкает на муху похоже немножко но от этого как-то не легче в прямом смысле слова и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, какие-то все-таки взаимодействия происходят... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я тут после вчерашних экспериментов... Продолжение следует... 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 потихоньку повышает частоту не знаю может быть это и вес меняется может того что подпрыгивает вот так минус 8 грамм то есть чуть-чуть весе потеряли пластинки то есть это видно при искрении я представляю что это будет за треск когда гравилет будет вот уже минус 15 минус 12 грамм минус 23 минус 24 минус 22 так может пласть вот минус 20 короче говоря изменение в весе ячейки есть то есть вы можете посмотреть я и на ею не играюсь ну как только генератором частоты минус 24 26 грамм то есть это в граммах весы кухонные короче говоря ячейка гребенникова самодельная таки летает но тут конечно скептиков много так и что мы наблюдаем идут 25 килогерц его по ходу рабочая частота и вот идут скачки частоты то есть понятно почему гребенникова со здоровьем было плохо во время этой работы этой машины идут короче говоря какие-то явления волны но она и видно в этот момент конечно вот минус 3 так надо уменьшить частоту вот частоту уменьшу короче говоря нужно найти правильно частоту у каждой ячеи размера ячейки размеры вот этих вот сот и объема нижнего конденсатора является съесть своя частота вот то есть она может искрить видите искрить на других частотах я сейчас меняю меняю вот держу здесь и даже там пробой происходит но весе ухода не бывает но сейчас мы доведем частоту до 25 килогерц то сейчас 31 снова подходим на 2625 где-то так 2524 23 ну тут еще конечно нужно более точно подстраиваемый генератор видно эти пробоя на как вздрагивает все так короче говоря я думаю раньше мне показалось но предыдущих экспериментах которые не на к ай блин ё-моё часы аутоповер офф так предыдущих экспериментах было показалось что она меняет вес ну как сказать тут надо попасть именно в частоту именно ячеи то есть выходит как никола тесла говорю что у каждого объекта во фрактале эфирного пространства есть своя рабочая частота на теперь сижу и играюсь пытаясь заново вот попал сейчас на 50 килогерц но 12 грамм 28 так 50 килогерц данный момент вот то есть как его правильно сфокусировать если подобрать правильную частоту это ячеи но там конечно вы сами видели как тяжело сделать домашних условиях эту сотовую структуру тем более чем более 100 больше отчисотовая структура тем сложнее с ней справляться то есть там ниже частота чем меньше она как у пчел тем выше частота но пчел проблем нет там их бог проектировал то есть там гениальный конструктор работал над ними да я представляю платформа гребенникова как она и летала искря и какой ему конечно он как и говорил что вокруг него как и поле целое возникало то есть скорее всего конструкции его было ну представьте такую ячею в более миниатюрном исполнении куча таких искровиков там искрят так она и летала ну вот видите время от времени вот в минус 24 минус 3 то есть она время от времени пытаются все-таки подняться выше заряд накапливается вот видите то есть даже самодельная домашняя штучка точнее штучка ячейка от 42 43 40 40 грамм но пытается подняться можно купить заряд я думал мне показалось день два назад каски уже много времени с этим вожусь это это конечно нелегкий труд мелкий приходит говорит пап давай-ка ты лучше будешь про майнкрафт снимать видео я говорю темно понимаешь дело в том что майнкрафтом сегодня и завтра нет а вот попробовать рассказать и самому сделайте свой эксперимент с летающей пластины гребенникова а вдруг получится вдруг завтра в твоем недалеком будущем будут летающие машины ножка вот эту это видео вдохновит на изготовление изготовление более мощной пластины и 5 частота ушла у него и у него будет потом летающая машина будет не стоять в пробке так 31 килогерц но три грамма лишних то есть там еще и погрешность три грамма то есть она да она уже включалась при работающей установке то есть и выключить ее час она как выключена он думает что это три грамма лишних так сейчас я его рублю генерацию выключил заново включил включаю генерацию ищем частоту да естественно конечно тяжело опять 50 килогерц вот видите пятьдесят двадцать пять килогерц но это именно у этой ячейки такая частота 22 грамма минус где-то так скачет кто-то конечно знающий физику мудренный специально особенно если попадется специально обученный человек он скажет что это ионный двигатель ионный движитель работает короче говоря но сам там лука ведь будет он понимать что ионный движитель с такой площадью конденсаторных обкладок и весом не будет скакать 5 грамм аж целых минус 5 5 грамм это примерно чайная ложка вес этой установки где-то чтоб не врать я сейчас ее выключу вам скажу точно то есть 5 грамм она сейчас убирает так надо подождать пока разрядиться вот я сейчас уберу в сторону так вот так как то так вот вес ее 12 грамм сейчас правильно мы и увесим вот 11 грамм и то есть сейчас включаем и она заберет эти 11 грамм то есть мы включаем ее то генерация вот видите 0 практически 7 грамм осталось то есть ей всего чуть-чуть не хватает для того чтобы взлететь 7 грамм ну плюс еще и провода тяжелые висят катушки тесла то есть из 12 грамм ее вес упал до 7 грамм то есть я считаю что в принципе опыт состоялся но единственно конечно мне не хватает так смотрите частота 50 килогерц здесь на чем мне не хватает это финансов на 3d принтер чтобы все-таки я даже не знаю как то сделать из титана что лейте 3d ячейки не конечно скажете и как ты губу закатал но извините а как как вы хотели авиационный двигатель делается и стоимость почитайте самолетно-авиационного двигателя вот так что могу сказать ну а 3d принтер который делает да она даже немножко подскакивает если посмотреть на 3d скачки такие пыль когда ну я думаю авиационные ладно надеюсь эксперимент удался ставьте лайки подписывайтесь ну естественно для того чтобы она еще и взлетала там надо посмотреть это конструкция гребенникова и отклонение вектор тяги это все думать это конечно еще много работать для того чтобы сделать платформу но принцип работы ячейки я думаю я изложил вам показал наглядно так что